К сожалению, в 21-м году, в 22-м году, в 21-м веке, все стало еще страшнее. Видите, 8 правил обрезки груш. Я когда-то вам показывал эту же, вдруг три человека не сговаривались, прислали мне опять эту ссылку. Это значит, что война с деревьями продолжается. Я тогда сказал себе, я тоже не буду успокаиваться. Обрезку проводят ежегодно. Так, сразу поясняю, что такое обрезка. Допустим, отрезали 10%, если взять, допустим, дыну веток или, может быть, массу древесины. 5%, 10, 10, ладно, круглое слово. Значит, теперь задача дерева будет восстановить эти 10%, а потом расти дальше. Вот. А они считают, что, внимание, для того, чтобы дерево могло развиваться и расти в полную силу, делать обрезку каждый год. Вы понимаете, что такое расти в полную силу, когда дерево искалечено? А им это до сих пор не понять. Но как отучить от этого, я вам не приложу. Потом какой-то вывод сделаю. А пока смотрите. Правило 2. Штамба 60-90 сантиметров. Помните тебе, Рязевка? Заставили женщину вот такие ветки толстые в основании груши, подчеркиваю, груши, отрезать, потому что они низко расположены. Причём площадь ран получалась, по моим прикидкам, в сумме в 3-5 раз больше площадь ран, чем оставшаяся вертикальная ветка площадь. Там 4 такие ветки отрезаны. А когда отрезают, площадь всегда больше, чем сечение. Ну, потому что в основании навсегда отрежешь, а там в 2 раза больше, чем сечение просто ветки. Видите, что творится? И вот человеку нужно было это всё оправдать. Что он сделал? А одно это всё понятно. Перепечатка бесконечная. Я уже когда-то цитировал. А почему ещё раз? Я в прошлый раз вот на это не обратил внимания. Возмущался, говорил последними словами. В то же время и слишком низко расположенные ветки... А тут урожай усложнится. Откуда урожай это? У коллег бывает один урожай, пресмертный. Дать плоды и умереть. В то же время и слишком низко расположенные ветки, слишком низко, не позволят комфортно обрабатывать почву под деревом. Вот автор бы это сказал. На всей планете, в природе, где триллионы деревьев, я не могу говорить, триллионы, ни одно не обрабатывает само себя или кто-то ещё. Ни одно. Потому что это то же самое, что взять, живёте в своём доме, да? И потом давай, значит, эту самую... Подогнали бульдозер с этим, как он называется, с лопатой. И давай этот дом сносить чёртовой матери, а потом давай вместе котлова доставить. Вот так же. И меня удивило вот это. Урожай будет лежать практически на земле. А я думаю, я же всё-таки урожаев много видел и много получил. Я не могу понять. Ни одной груши я не видел, которая лежит на земле. То есть ветка наклонилась или была на земле. И у меня есть буквально пару фотографий. Да, может быть, раз в пять в жизни видел. Ради этого уничтожать. Сейчас прошу прощения. Алла Железова, проводите. Светлана из Петербурга, прошу вас, извините меня. Я сейчас лекцию по интернету читаю. Давайте завтра. Ну, я не спросил, сколько дней шли косточки. Жалко. Не сообразил. Так. Надуманные предлоги. Почему? А их восемь пунктов. Это первые два только. Если этого, нет ничего. Ни статьи, ничего. Ни денег, ничего. Вот. И оказывается, это всё продолжается. Я показывал вот эту фотографию. Почему? Я когда вижу такое дерево, она её почти до головы искалечена, то есть веток нет. Это означает, что сейчас пойдут волшки, 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 волшки. Она вызвала их появление сама, и она же будет с ними всё-таки бороться. Поняли, да? Постулат Железова. Любой способ обрезки бесполезен и вреден, так как имеет обратное действие. Забущение. Они даже иначе не крону забущают. Вот. И вот я пишу, чур вас. Когда отменена монетизация, можете исчезнуть. Извините за повтор. Но это не просто повтор. Вы понимаете, что делается, да? Очередное, это, очередной материал. Вот это вот, чтобы вы поняли, доходит до маразма. До маразма доходит. Вот это она будет увечить, увечить, увечить. Нормальное дерево было. Вот. Полюбовались на этот маразм. Видите? Ладно. Здорово. Вот. Это называется, если чешутся эти... Ой, я уже чуть на мат не перейду. Еще раз показываю. Вот это вот. Это прислал мне брат. Это из материала, из крупнейшего канала. Женщина спрашивает, что мне теперь делать. И вся эта садистская рать на нее накинулась. Давайте какое-то дерево осветлять. Еще раз. Сколько бы его не осветляли, оно станет еще гуще. Соотношение такое. Три к одному. Ветку отрежете, три получите. Только волшковая. Заметьте, волшковая. Это идеальная форма кроны. Груши, которая ей положена генетически. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова